Очередной призыв не принес каких-либо серьезных нововведений. На сборном пункте ребята традиционно получат военную форму и армейские сумки, которые заменят вещевой мешок старого образца. Всех обеспечат персональными банковскими картами для получения денежного удовольствия и сим-картами для общения с родными. Всего этой весной медицинское освидетельствование пройдут около 7 тысяч молодых ульяновцев. В прошлом году годность призывников к военной службе составила 76%. Разговаривайте с военными, разговаривайте с медициной. То есть все интересующие вас вопросы, они у всех на слуху, вы сами знаете, что это такое. И когда ребята выбирают тот или иной пункт службы, военные в районных комиссариатах тоже все знают. Могут вам так сказать. Спасибо вам большое и хорошую службу вашим ребятам. Не переживайте. В армии сейчас замечательно. Призывники с высшим образованием могут выбрать, отдавать ли долг родине на срочной службе в течение 12 месяцев или заключить контракт на два года. Кроме этого, как уже не раз говорилось, армия дает возможность получить не только военную, но и гражданскую специальность. Ребят служат в должностях, которые связаны с обслуживанием различной техники. Это и связь, это и инженерная техника. Поэтому всегда в жизни вот эти навыки и полученные знания, они всегда пригодятся нашему молодому человеку. В том числе и при решении даже каких-то своих бытовых проблем. Несмотря на то, что служба в рядах Вооруженных сил России становится все более престижной, проблему уклонистов никто не отменял. Петр Брыкин подчеркнул, что уклонисты понесут ответственность вплоть до уголовной. По итогам осеннего призыва прошлого года было оштрафовано 85 человек. Списки этих ребят у нас имеются. Мы их посписочно, в общем-то, отслеживаем, контролируем. И к злостным нарушителям меры принимаются. Но хотелось бы все-таки, чтобы незаконным каким-то... На добровольном основе. Да, на добровольном основе прийти в отдел военного комиссариата, пройти все мероприятия призыва и решить вот эту для мужчины самую главную, основную задачу. С 1 по 30 апреля в регионе проходит месячник призывник. Во всех районах области будут проведены дни призывника. А 21 апреля на базе 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Ульяновска пройдет областной день призывника. Родители и будущие солдаты смогут познакомиться с буднями военной части, посетить военный полигон, ребята смогут пострелять из боевого стрелкового оружия и попробовать армейскую кухню.